всем привет с вами youtube канал я и мой принтер сегодня мы будем продолжать разбирать копир canon и смотрите чего он состоит спасибо уважаемые подписчики что вы поддержали канал очень приятно что вы не остаетесь с этим вопросом в стороне этого как бы охота снимать видео ознакомливать вас пирами с принтерами с мфу рассказывать вам что я знаю давайте начнем так разобрали печку видим тэн что такое тэн тэн это нагревательный элемент который в свою очередь нагревается и греет нашу термопленку термопленка наша греется и запекает тонер чем отличается тэн от лампы я снимал видео делал эксперименты также если на канале что такое двухстволка это вы можете посмотреть то есть вот почистила я тэн от смазка старый давайте посмотрим рабочий у нас тэн или нет чтобы его посмотреть берем мультиметр включаем на прогонку щупы чтобы у вас были узенькие потому что если широкий щупы будет вы сюда не подлезете засовываем сюда и подцепляем к этому контакту видим звук издается значит термос целый также когда снимали мы вот этот зажим это у нас датчик термодатчик как он измеряется то есть видим я взял два мультиметра и измеряем один наш мультиметр показывается и второй наш мультиметр показывается надеюсь отличается разница ну какой из них врет я не знаю какое показание у вас можете написать разбирать целиком я не стал здесь у вас будет необходимость здесь обратите внимание такие защелочки есть также вот эта штучка снимается у нас здесь вот такие зажимы их отогнете это снимется сейчас смазку смазку 1 термоплёнку и будем собирать нож печку еще раз показываю какую смазку я использую я использую такую чем в печке оттирать затекший тонер используя ацетон обыкновенной то есть видим здесь у нас образовался запекший тонер так вы его очистить сможете берем ацетон и чистим так вот он очищается если на тайне будет у вас такие следы от тонера запекшего почистите не будь я делал эксперимент ацетоном чисел и резиновым вал и все можете посмотреть видео такая вот ватка получилось нанес я смазочку теперь одеваем наш термоплёнку пленка наша одевается если вы не знаете как будто колечко для шестеренки который вращает нашу пленку обычно одевается и силовой кабель находится так она и одевается так вот и одеваем не забываем то здесь части смазать тоже так затем эту штучку тоже берем смазочку смазываем и одеваем пазы попадаем все паз попала защелка защелкнулась попробовать вращается она или нет если у вас здесь вылезла смазка возьмите салфеточку и протрите когда будет у вас копир работать вся смазка у вас уйдет лишнее так ладно собираем следующую деталь нижнюю часть видим вот это я сколько смог отмыть от мыл это осталось чтобы ее не царапать чтобы следы не оставались и берем от стон таким же способом все убираем то есть видимо разъедает и деталь остается не поцарапанная вот видим почистили вот деталька очистила целиком то есть от стон хорошо отъедат уже идут такие вопросы как вы моете эту часть беру ванной отмачиваю беру щетку и мою потому что уже говоришь ванная как покажите ну чё я буду вам показывать как я мылю мылом и щеткой зачем это кому надо тут получается такая же система если чё не оттирается то есть я вот тер мыл она не оттирается берем от стончик вот видим и все хорошо отмывается видим наши бумагоделители беленькие то есть бумага с аминацией не будет можете у себя посмотреть в каком состоянии в копире в другом смотрел нет тоже такие же бумагоделители они все в тонере теперь берем наш флажок ставим его на свое место поставили вот так вот и таким то образом все работает и так с флажком я маленько поспешил будем ставить его попозже вначале вытащили два бушинга куда одевается у нас резиновый вал затем берем наш вот эту крепеж ставим ее в таком положении теперь вот так вот я засовываю отсюда флажок чтобы вам легче поставить не мучиться поставили все стоит на своем месте попробую флажок все работает обратите внимание вот эта штучка вам будет мешать засовывать этот крепеж под эту беленькую направляющую поставили теперь берем эти два бушинга они одинаковые и ставим их на свое место поставили поставили второй следующим шагом будем одевать ось то есть вот эта заглушка у нас будет справа а вот эта заглушка без защелки будет слева одеваем сначала шестеренку здесь видим у нас такая полуось сточена то есть мы так начали засовываем ее видим она дальше не идет просто держим вращаем вот таким вот образом она одевается после чего вот эта штучка выпухлость будет смотреть на нас то есть она входит у нас вот сюда вот в этот разъем это заглушка будет вставлять сюда отсюда то есть опять выпуклась смотрит на нас вот так вот она будет теперь высовываем ось и защелка у нас оделась здесь тоже у нас все оделось теперь видим наш эта часть не болтается эту часть мы закрепили видим печка какая какое у нее было состояние какое стало теперь будем засовывать наш резиновый вал посмотрел я в другом в копире здесь шестеренки резиновой нету так никто не написал не ответил и она здесь должна быть или нет ну в двух экземплярах не было значит ее не не должно быть так ставим ее на свое место отделитель бумаги у нас находится вот так вот все детальки смотрите все шестеренки целые ли они или нет затем одеваем эту часть тут тоже под полуось то есть поставили до щелчка эта часть готова следующим шагом будем ставить вот эту шестеренку вместе с этой то есть я вам показываю что она работает в такой режиме обратно она не идет сейчас мы добавлю сюда смазочки смазку я использую на шестеренку вот такую беленькую вот так вот я добавил сильно много смысла мазать нету так теперь мы берем наш сереночку здесь тоже у нас она как бы видим выемкой специально делаем за щелочкой сюда видим нам мешает резиновый вал но маленького пускаем вниз то есть рукой его приподним таким образом зафиксировали шестеренку как она была теперь мы одеваем эту часть она одевается туго туговато попробуем все вращается все крутится после чего берем пружинку одеваем ее на совместно и кольцо стопорное которое здесь было поставили зафиксировали его чтобы она у вас не упало так он должен встать до конца попробую вращать попробую чтобы ничего не улетало нижнюю часть мы собрали теперь берем нашу термопленку контакт это будет смотреть вниз ставим его аккуратненько поставили и покинут образом пока мы попробовать ничего не можем пока не закрутим эту часть вверху затем берем верхнюю часть резинку тоже как бы почистили вот эти направляющие стоим вот сюда в разъемы вот их видно вот так вот сюда стоим поставили закрутили сюда два винтика теперь мы сможем посмотреть выход бумаги из печки итак хотел вам показать как работает печка ну почему-то она не хочет то есть видим я кручу вращаю а термопленка наша стоит ролик внизу работает термопленка стоит будем собирать дальше испытывать какая же от какой же детали зависит чтобы закрутилась наша термопленка собрала целиком печку так и не помогло так она не меня и не вращалась и потом разобрал взял термопленку вручную раскрутил и видим сейчас она у нас вращается так я не понял в чем было дело давайте попробуем листок поставили листок вращаем за шестеренку видим наш листок проходит здесь что-то почему-то образовывается вмятина сейчас закидываем листок сейчас видим уже вмятина нет интересная конечно печка то есть таким образом у вас выходить должен из печки когда вы вручную механизм испытываете пока этого не добьетесь и до конца не собираете печку сниму верхнюю крышку посмотрим что не так стояло вот эти две пружины которые у нас давит термопленку чтобы она за счет резинового фала у нас вращалась вроде все стоит как и до этого стояла вот я сейчас будет при вас достаю контакт отдел еще раз давайте попробуем я вам специально показывают ошибку чтобы вдруг у вас возникнет вы не отчаялись а взяли попробовали все снова собрать чем мало бы дела и так ставим сюда ставим сюда если не вращается у вас попробовать вот так и повращать поставили зафиксировали теперь двумя пальчиками так придерживаете и смотрите будет у вас работать пленка или не будет видим она вращается тогда можем одевать вот эту крышку крышку поставили затем можете отец в тот контактик чтобы он вам не мешал после чего одеваем вот эту детальку вот эти две направляющие входит вот сюда то есть одеваем сначала эту часть нижнюю и затем засовываем вот эти неудобно их одевать но одевается одели сюда рогатку потом засунули вот этот угол вот я показываю потом одевается вот эта часть все встала чтобы у вас она не болталась и вот эта часть вверху можете сразу закрутить на два винтика и заодно испытать работает у вас механизм или нет сейчас еще раз попробую один листик потому что один листик он мял не спешите никогда со сборкой потому что потом неправильно если что соберете придется разбирать заново уж лучше собирать и все смотреть так видим сейчас у нас ничего не бьет все хорошо датчик у нас функционирует обратите внимание еще на такой загиб то есть здесь у нас идет такой уголок а здесь у нас такой гнутый вы не беспокойтесь это завод-изготовитель так сделал видать чтобы вот это наш флажок ходил как надо ребра жесткости затем будем ставить вентилятор вентилятор так и болтается так никто не сказал должен ли он так болтаться или не должен но если тишина значит должен и так поставили вентилятор на свое место как он стоял то есть когда будет ставить вот эти направляющие они выходят вот сюда и здесь она так же напишите у вас вентилятор так шевелится или не шевелится если когда будет разбирать чистить очень интересно просто может может его как-то надо закреплять туда вовнутрь не знаю теперь берем пластмассу и ставим ее на свое место как она была направляющая для провода то есть вот засунули закрепили ее все равно болтается так зафиксируем как она была то есть вот в таком положении укладываем наш провод все еще одна деталька осталась у нас то есть видим у нас такая длинная направляющая вставляем ее сюда таким образом она у нас работает напоследок все таки я еще запущу листок и попробую все лист проходит ничего не мнет ничего не мешает таким образом мы всю печку очистили изучили что у нас состоит следующим шагом надели провод от термодатчика взяли октопару обтереть ее то есть чтобы у вас все хорошо было она работала если у вас возникла ошибка замете бумаги обратите внимание на флажок чтобы он был целый также здесь чтобы флажок входил в октопару сама октопара и по цепочке вот это плата управления все спичка мы разобрались все таки я думаю была ошибка моя в том что я не покрутил термопленку и не обтер ее хорошо то есть здесь надо перед тем как ее ставить посмотрите чтобы она у вас была не в смазке и все вращалось но этим спичкой мы разобрались переходим на редуктор ну что же давайте начнем изучать механику то есть что тут видим у нас ролик захвата вал переноса изображения вал который протягивает нашу бумагу на удивление почему то здесь ролик когда захватывает бумагу он совсем не захватывает чуть-чуть не знаю почему так я уже тут сидел экспериментировал изучал редуктор у меня не получилось чтобы хотя бы наша бумага доходила вот отсюда давайте я вам расскажу что я изучил а если что то я не изучил и рассказал не так напишите под видео поделитесь своим опытом давайте потихоньку начнем забирать открутим тут электродетальку потому что она будет вот целиком чистить вот такая вот она с таким вот винтиком если у вас внизу когда проходит ваш лист начинает пачкать бумагу надо чистить вал вал переноса изображения чтобы его вытащить сейчас покажу вам как это сделать здесь он находится на двух защелках то есть вот я тверчик подставляю вот отсюда снимаем с одной защелки потом подставляю отсюда и снимаем с другой все так вот освободили его затем достаю вот отсюда вал вал у нас в руках эту пружинку можете сразу снять вал я мою с мылом потом ему где-то даю сутки сохнуть мою до такой степени пока руки не будут чистые следующим шагом следующим шагом будем снимать вал протяжки бумаги то есть видим здесь когда ставим картридж вот эти два рычажка у нас надавливается и таким образом наш металлический вал зажимается с резиновыми и бумага проходит сквозь него зажимается зачастую у него летит вот этот крепеж для пружинки то есть у меня сейчас стоит на ремонте такой такой копир у него сломан крепеж не надо будет что-то придумать чтобы эту пружинку закрепить если крепежа этого не будет получается у нас здесь вал на бумагу надавливает вращает а здесь он не надавливает и таким образом ваша бумага идет искосе то есть где хорошо надавливает бумага проходит а где не надавливает она идет вот так искажается идет не прямо так что если у вас ваша бумага пошла не так как надо обратите внимание на эти два крепежа Если вашу бумагу что-то царапает или не дает идти, вот я увидел сейчас только. Видим, пленка отодрана отклеилась. Откручиваем винтик, такой черненький. Затем убираем наш контакт, видим, эта часть наша освободилась, но ей не дает пружинка. Теперь эту часть откручиваем, тоже черный винтик. Здесь у нас выходит, а здесь у нас не дает выйти эта шестерунка, потому что она входит в нее вовнутрь. Давайте попробуем ее вытащить. Здесь вот находится еще один винтик, сейчас его открутим. Вот он. Вот я его достаю. Чтобы нам сильно долго не мучиться, давайте просто снимем пружинку. Скрепление. Вот я ее снял. Осталось на белой. И достаем вал. Тут тоже я снял пружинку, потому что достается не один вал сразу, а два. Нам два не надо. То есть в креплении сняли пружиночку. Вот такой это у нас свал. То есть получается вот шестереночка, два ролика, на которые одеваются две пружиночки. Вот видим пленочка, которая у нас разодрана, которая мешает бумаге нашей и тип. И вторая пленочка, которая уже оказалась внизу. Ладно, потом ее снимем. Эта пленка, обратите на нее внимание. Если у вас будет бумага мяться, надо ее убрать и работать без нее. Снимаем татчик прохода бумаги. Снимаем одну пружинку. То есть вот такая вот она. По длине где-то она вот. Вдруг вы обе потеряете их, будете знать. Давайте начнем изучать редуктор, из чего он состоит. То есть видим у нас соленоид, ролик захвата. Вот этот узел у нас, узел захвата. Если у вас заклинит соленоид или что-то не такое, сломается здесь шестеренки, обратите внимание, сейчас буду вам показывать, как его смотреть. То есть вот он. Берем за эту штучку, вращаем на себе. Видим, вращаем, ничего не происходит. Обратите внимание, на эту отметку я сделал. Стоит, не вращается. Отделитель бумаги и толкатель бумаги у нас не работает. Нажимаем мы на соленоид. То есть соленоид у нас подается питание. Один раз видим. Вот эта штучка у нас отошла от шестеренки. Теперь я вращаю. И вот эта шестеренка наша пошла. Ну вот по отметочке он, ролик захвата почему-то где-то у нас градусов на 15-10 вращается и встает. Почему я не знаю, вот все встал. Дальше вот это, от соленоиды штучка, зубец встает сюда опять. Видим, встал. Кулачок наш сейчас будет нажимать на толкатель бумаги. Вот он пошел, пошел. То есть вот сейчас он вот отсюда туда ходит. Видим, нажимает. Обратите внимание, как сейчас у нас стоит наша площадка. И вот сейчас нажимается. Все. Таким вот образом сделали круг. И толкатель бумаги, делитель бумаги встать на свое место. Почему ролик захвата делает награлся в 10. Я не знаю, как он вообще работает, как устроен. Может когда вставляешь картриджи, что-нибудь работает в моих не так, по-другому. В общем, вот я вам показал, как работает узел захвата. Больше я вам рассказать не могу, потому что я так и не понимаю, почему он работает только так на 10 градусов. Следующим шагом сидел, изучал этот редуктор. То есть когда мы вращаем, как запускается вот эта шестеренка. Видим, что шестеренка у нас вращается легко. Здесь видим у нас такая шестеренка, которая прижимается вот сюда за счет вот этой пластмаски. То есть видим, мы ее прижимаем и наша черная часть начинает вращаться. Вот эта шестеренка, которая вращает нашу верхнюю часть сканера. Как же она запускается? Запускается она тоже от соленоидов такого, который в свою очередь находится под редуктором. Вот здесь видим, я нажимаю на сканер, она прижимается. Затем я вам говорил про датчик, про ошибку, про этот. То есть видим, если он у вас будет сломанный или стертый, здесь находятся октопары. Видим, вот я нажимаю, наш флажок уходит из октопары. Что вот это за рычажок, который видим? Хоп, сработал. Эта штучка у нас опустила, которая соленоид освобождает. Может она для этого и нужна. То есть соленоид у нас сработал. Лиза дошел до определенного момента. Эта штучка сработала и соленоид вышла на себя. Не знаю, так я и не понял. Для чего вот этот флажок? Знаете, напишите. Эта шестеренка у нас вращает наш спичка-вентилятор. Дальше. Смотрим, у нас стоит не энкодерное колесо, такое колесико тоже с октопарой на двигателе. Видать, который проходит круг и стопорится. Как ролик захвата, посмотрите, работают он или нет, я вам показал. Здесь вот такая интересная шестеренка. Вот мы нажимаем на соленоид. Таким вот образом пошло все крутиться, вращаться. Иногда почему-то было такое, что у меня ролик захвата не вращался. Так я и не понял, в чем это дело. Ну, разберем механизм, почистим. Ну, что еще обратил внимание? Почему-то у шестеренок зубья вот эти в некоторых местах совпадают с этими, а некоторые не совпадают. Вот здесь они как-то совпадают более-менее. А дальше вот как-то не совпадают, не знаю. В общем, перед тем как разбирать, сейчас я поставлю его на его место, как он должен стоять. Вот он все встал. Снимаю электронику. Так вот он выглядит. Вот такой вот винтик. Отцепляю вот отсюда. Затем, чтобы нам вытащить все основание, можете снять двигатель, если он вам мешается. Но я этого делать не буду. Я просто вот отцеплю шлейф отсюда и вытащу. Здесь защелочка. Так вот нажали. Все провода отсюда выходят. Здесь октапар вы можете не снимать. Можете просто вытащить провод. Вот так вот. Затем откручиваем вот этот винтик. Винтик открутили. То есть вот этот провод у нас идет от датчика вот этого. Если у вас датчик будет целый, ваша вся эта механика будет целая. Обратите внимание на октапару и на провод, который идет в высоковольное платье. Потом еще один винтик надо открутить. Вот такой вот винтик. Который крепит наш зеленый провод вот сюда. Следующим шагом откручиваем этот винт. Почти всю механику редуктора мы можем достать. Он нам не дает вот эта пластмаска. Откручиваем ее. То есть вот такой вот длинный винт. И вот сама наша пластмаска. Таким вот образом мы добрались до редуктора. Видим провод идет от соленоида. Ладно редуктор потом посмотрим. Вот и остался у нас узел захвата бумаги. Соленоид наш отцепляем от контактов. Соленоид крепится здесь на защелочке. Вот здесь защелочка. То есть мы ее отодвигаем. И вытаскиваем. Вот такой вот номер у соленоида. Можете вытащить, почистить спиритиком, ваткой, чтобы все работало. Теперь снимаем пружинку, которая стопорит наш ролик захвата. Видим. Поднимаем. Все работает. Так не работает. Вот она пружинка. Пружинка где-то по длине. Другой говоря, вот так вот. Видим, чтобы нам вытащить вот эту ось, нам мешает вот этот стопор, который останавливает нашу шестеренку. Который, в свою очередь, находится на двух защелочках. Вот на этих. Мы его берем аккуратненько и поднимаем вверх. Вот так вот он выглядит. Вот они, две щелочки. Добрались до оси, где находится у нас ролик захвата. Чтобы нам вытащить вот эту ось с роликом захвата. Видим, здесь все стопорится. Ничего никуда не дает. Здесь видим, такая длинная направляющая. Надо на нее нажать и нашу ось сдвинуть в бок. Вот так вот. Затем мы ее сможем вытащить. И вот так вот стоит наша ось. Такие вот шестереночки. Потом разберем, посмотрим отдельно. Следующим образом будем снимать толкатель бумаги. Тоже немаловажный деталь. Если у вас что-то попадет сюда, то есть он не будет выполнять свою функцию. И не будет толкать бумагу. Чтобы его снять вот так просто берем и вытаскиваем. Вот так вот он выглядит. Также пружинка. У нас тормозная площадка. Таскивается она скорей всего вверх. Здесь какие-то должны быть защелочки. Нажимаем. Так вот. Нажали то есть на нее вот сюда. Вот эта железочка вырезала. Затем видим, она вылазит. Вот такая фирменная тормозная площадка. С пружинкой. То есть вот эта площадка отделяет бумагу. Если у вас бумага будет по два, по три листа брать. Обратите внимание на нее. Осталась у нас вот эта ось. С роликами притяжкой бумаги. То есть поднимаем вот эту часть. И все легко выходит. Видим тоже все в пульты. Какая-то резинка или что тут не пойму. То есть вот здесь шайба стопорная. Это не вылетит. Пружиночки. Одну пружинку я снял. Размеры я показывал. Они одинаковые. Теперь вот эти пружины к стену. Здесь часть не вылетит. Из-за стопорной шайбы. А здесь стопорная такая палочка стоит. Шестеренка у нас получается. Вращается в ту сторону. Только я не пойму. В одну вращается туго. В другую легко. В следующей части разберем. Посмотрим из чего у нас стоит. В этой части и так уже время и много ушло. Вот эти шестеренки я снимать не буду. Просто посмотрите на них. Ничего здесь интересного нету. Насчет зубьев я показывал. Как-то они стоят тут необычно. Зубья. Осталась здесь у нас вот эта штучка. Которая снимает статическое напряжение. И размеры отружинок. Где-то такие размеры. Эти контакты вам идут на картридж. Можете на картридж посмотреть внизу. Там есть контакты. То есть они подают напряжение на картридж. В принципе здесь больше разбирать нечего. Переходим на нижнюю часть. Где находится наша высоковольтная плата. Откручиваем два винтика. Раз винтик. Два винтика. Затем снимаем нашу крышку. Поковорнули. Вот она. Такая крышка здесь вся в тонере. Чтобы нам посмотреть плату нам надо будет открутить. Этот винтик открутился легко. Такой. Отсюда. А здесь как будто его залили. Запаяли. Что я не пойму. То есть получается. Деревинтик надо откручивать вот отсюда. Здесь такие защелочки. То есть вот я нажал на них. Дальше у нас не дает выйти. Что-то. Видим. Что у нас стало. Какая-то металлическая штучка. Видимо. Потом посмотрим откуда. Следующим шагом. Так. Интересно конечно. Освободим наш провод. Чтобы высоковольтную нашу плату достать. Он расположенный. Угу. Все надо снять. Здесь еще одна защелка была. Отогнули ее тоже. Оттуда. И вот потихонечку на все вылазит. Теперь вот этот провод надо тоже убрать. здесь. Здесь такие две защелочки. Внутрь. Так. Видим. Вот она не дает нам вылезти. Мы нажимаем вот на эту штучку. И она уходит вверх. Все вверх вышло. Теперь мы ее можем смело вытащить. Такие вот эти щелочки. Теперь у нас остается вот эта часть. здесь. То есть смотрим. Что нам мешает. Что нам мешает. Что не мешает. Вот эти клеммы. Наши. Можно было с самого начала вытащить. так. Мешает нам зеленый провод. Вот этот. Вот этот. Вот. Его вытащили. Теперь мешает вот этот нам провод. Так. Вот. 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 Такой вот болтик. Достаем провода вот отсюда, которые мы отцепляли. Вот эти провода у нас отсыпились, теперь еще два провода мешаются, то есть вот этот провод нам мешается, который мы снимали верхний. И вот он идет, опять придется его снять. Сняли. Теперь наша плата свободна. И получается провод мешается наше еще, вот этот нижний. Так как мы подписали, но мы не подписали верх-низ. То есть это будет у нас верхний. Просто вот так беру и снялся, а это будет у нас нижний. Еще остается вот эти два штуки вытащить. Итак, показал я, как это все снимается, ну блин, заглючила в видеокамера. То есть, когда будете вытаскивать вот эти контакты, они снимаются, просто вот сюда нажимаем, вот на защелку сверху, и они вытаскиваются. Вот такая вот платка. Такие контакты, которые идут на карточку. То есть, надо будет ее почистить, плату. Такой вот наш копир. Сейчас я его отмою. И в следующем видео будем собирать и смотреть редуктор, из чего состоит, как разбирается, как собирается. И все остальное. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Не забывайте спонсировать канал. Уходит немало времени, чтобы вам все рассказать, показать. Также подписывайтесь в группу ВК. Пишите свои истории. Пишите, что я рассказал не так, показал не так. Делитесь опытом с этим копиром. До свидания. С вами был канал. Я ему принтер. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok